А как это у вас 22 дня накрошена капуста? Почему холодильник не почистили? А здесь интересно, сколько дней это все стоит. Но вы не разрешили вас показывать, поэтому я буду туда готовить. Как можно готовить еду, если нужду справляют в пакетике? Вот такой вопрос пришел в программу «Проверка». Как касается он компании «Файерфуд», которая работает много где по городу и, как говорят ее клиенты, во многих точках просто нет никакого санузла. И сотрудники, которые работают иногда круглосуточно, и смены вообще не могут никуда сходить в туалет. Что у них за санитарная обстановка такая и как она связана с жалобами на качество продукции, которую они производят, чем они кормят людей, вот это мы сейчас проверим. У вас нету туалета реально? Нету. А как вы сами справляетесь? А как готова. А как вы сами? Вы что, чуть ли не круглосуточно работаете. Ну, это личный вопрос. Это личный вопрос касается пакетиков? Что? Пакетиков он касается? Нет. А чего? У нас есть в соседнем помещении. Вот, а в соседнем помещении, видимо, находится компания, которая больше заботится о своих сотрудниках, чем здесь. Хорошо вижу, что у вас отдельный уголочек для верхней одежды. Хотелось бы, чтобы его руководство закрыло и сделало здесь какие-то более-менее условия для работников, чтобы не приходилось вешать сумку на газовый баллон. Есть одна вещь на каждой кухне, по которой можно судить о чистоте этой кухни. Это ветошь. Вот здесь вот ветошь выглядит. Вот так. Так, вижу, что когда-то ее меняли, но вряд ли это было сегодня утром. Не очень она симпатичная. Ух, ух, ух. Так. Аж попергнулась, когда увидела этот холодильник. На этом пакете написано, что срок годности истек уже раз, наверное, 14, потому что срок годности кончился 2 дня назад. Я искала, конечно, маркировку, но нашла какую-то не ту, которую хотелось бы найти. Не могу возвращать ее в холодильник по санитарным нормам. Не имею на это права. Прежде чем положить документы на холодильник, я, наверное, проверю этот холодильник, потому что на нем стоит какой-то не очень чистый контейнер. Видимо, кто-то принимал пищу самостоятельно. Давайте проверим холодильник. Это не такая уж и высокая поверхность, да? Все-таки прям глазом тут видно, что пылюшка. И если провести рукой, мы увидим... Ой, как липко. Мы увидим вот такой результат. Есть у нас маркировки в заморозке. На сыре тоже есть маркировка. Классно, что за маркировками следят. Плохо, что этому сыру уже 4 дня. Сыр просроченный. Сроки годности на сосисках отличные. Вот прям хорошие. Не знаю, как шаурма с курицей, а вот хот-доги с сосисками. Здесь, видимо, брать можно. Хорошо, что на этом контейнере нету маркировки, потому что, если бы она была, она, возможно, меня испугала и очень сильно. Вот так выглядит содержимое. Слушайте, я вам без маркировки скажу, что оно просрочено и уже давно. Это вот, если кто-то с говядиной выберет продукт, вот, он это получит. Это говядина, да? Была в прошлой жизни. Говядина? Да. Это была говядина. Сочувствуем говядине. Я зашла, работали без перчаток. Я пробыла здесь 2 минуты, работают в перчатках. На самом деле, продукция, которая может проходить термическую обработку, вы можете с ней работать без перчаток. Лучше бы телефоны убрали. Вот телефоны нарушают санитарное законодательство, тем более они у нас валяются прямо на рабочей зоне, на рабочей поверхности, еще и рядом с ножами. Вот это нарушает закон, вот это нарушает закон, вот это тоже нарушает закон. Нет никакой ни маркировки, ни этикетки. Есть у меня подозрение, что здесь курица, знаете, такая, ассортим. Вчерашняя, позавчерашняя, сегодняшняя. По крайней мере, по ее внешнему виду можно так сказать. Хорошие компании, знаете, как делают? Они даже когда работают вот с такими вот лоточками, здесь клет, маркировочки, чтобы контролировать сроки годности. Но, раз у нас капуста, судя по данной маркировке, 3 недели живет, видимо, нет смысла контролировать сроки годности. Каждый соус покрылся масляной жирной пленкой, здесь жирная пленка, здесь жирная пленка. Когда соус достали, непонятно. У нас в помидорах засланец, у нас там огурец. Никогда мы не храним никакие продукты на полу. Вот представляете, что-то на полу валялось, потом вам его дают в руки, и вы вот пьете напиток. Представили? Ну вот она иллюстрация того, что вы представили. Напитки стоят у нас прямо на полу. Внешний вид этих помидорок говорит о том, что использовать их уже не хочется. Срок годности несколько часов, которые здесь никто не контролирует. У нас тут так уютненько выглядывают кроссовки из-под ящика с курицей. Мне не нравится, что внутри холодильник весь в каких-то вот этих то ли подтеках, то ли трещинах, куда забивается грязь. Вот это вот все уже не вычищается. Вот это вот можно было бы и вычистить, но прямо в холодильнике. Вот этот вот рой грязи, вот видите, пальцем один раз провела. У-у-у-у! А это что за набор для полезного питания? Укропы вместе с сосисками сложили в один пакет. Ну, какую-то маркировку здесь мне нужно требовать или нет? Товарное соседство плюс за оригинальность, минус за соблюдение санитарных норм. Вот ничего не уходит с этой кухни просто так. Все в дом, все в пользу, все вот до последней крошечки, до последней попки лимонной. Все используется. Знаете, почему закон так строго регулирует, где должны располагаться на кухне моющие, чистящие средства? Потому что если они располагаются вот так, рядом с продуктами, в любой момент одна капля убьет не только эту капусту, но и того человека, который потом будет ее употреблять. Ни в коем случае мы вот так не храним чистящие, злые, агрессивные, химозные средства и не складываем под них капусту. Нельзя так делать. Еще один соус у нас здесь лежит. Соусу 5 дней уже, судя по маркировке, которая есть на нем, а хранится он после вскрытия не более 4 суток. Выводы. Соус просроченный. Делаю вывод по двум вот этим цифрам. На самом деле соус это самая злая вещь в любом фастфуде. И это не только про количество полезных и неполезных элементов, это еще и про то, как быстро он портится и как редко это кто-то замечает. Вот соус, который сейчас добавляют в шаурму, вот пакетик, мне сказали, что именно его сейчас и фасуют. Этот пакетик, на нем стоит маркировка. Ой, 7 дней в недавности, вот за 7 дней этот соус уже естественно испортился. И об этом даже знает производитель, потому что он говорит, что 120 часов это максимум, который может жить этот продукт. 120 часов. Сколько 120 часов? Это опять суток. Иными словами, два лишних дня этот соус прожил в холодильнике. И сколько он еще будет жить? Он еще даже не на раздаче. Сколько раз он еще прокиснет? Сколько раз вы из-за него скажете? И будете переживать, что у вас рядом нет туалета, как у сотрудниц, которые здесь работают? Понятно, что эта кухонка очень маленькая и очень ограничено здесь пространство, но даже это пространство, не могу сказать, что как-то эффективно и правильно используют. Здесь же у нас очень грязная тряпка, вот прям отвратительно грязная. Можно уже судить о состоянии полов. Здесь же у нас инвентарь для уборки. Здесь же обогреватель. Здесь же мусорка, тоже ничем не прикрытая, не закрытая. Здесь же у нас там за трубами грязь, ее отсюда никуда не деть. И здесь же уличная обувь. Вот такая вот санитарная зона. А потом мы на вот этот вот пол, где стоит уличная обувь, ставим бутылки. Продолжаем исследовать хранение продуктов. Радуюсь, что вот эта капуста стоит не на полу, она убрана в шкаф, она в коробке. В этом плане все хорошо. Ну как выглядит эта капуста, сейчас постараюсь вам показать. Она там прячется? Сложно выковырять прямо сейчас эту капусту, но выводы, я думаю, потому что вы видите, можно сделать, что капуста такая подпорченная. Но потом все вот эти подпорченные листы обычно убирают, и капуста живет своей жизнью дальше. Прямо на упаковке написано, после вскрытия продукт хранить в холодильнике. Но для кого написано, не знаю, потому что коробка-то это уже вскрыта, и бодейка это уже наполовину использована, но хранится она не в холодильнике. А если мы не соблюдаем нормы хранения, то никакие сроки мы уже можем даже не смотреть. Мы сразу понимаем, что продукт просроченный. Соус – самое большое зло на этой кухне. И еще пара обуви. Слушайте, у вас тут сороконожка, что ли, готовит периодически? У вас пара обуви на этой кухне? Вот только так, невзначай, я вяжу три штуки. Вот здесь сапоги стоят, вот здесь кроссовки стоят, вот здесь тапки. Везде одна сплошная обувь. Внизу у нас хранятся помидоры. Классно, что они хранятся не на полу. Их поставили на подставку, я думаю, 15 сантиметров от пола здесь, конечно, нет. Но хотя бы не на полу все это стоит. Другой вопрос – в каком состоянии сейчас эти помидоры? Они уже такие подтухшие. Вот этот вот мягкий бачок, наверное, в кадре тоже видно, что он вот просто внутри помидор сгнивший. Очень всегда переживаю перед тем, как проверять пол, потому что чего только не вытащишь из-под вот этих закуточков. Но визуально смотрю, что на полу, ну, прям каких-то откровенных посторонних примесей не наблюдается. Поэтому надеюсь, что сейчас перчатка пройдет это испытание полом. Ну, или пол-испытание перчаткой. Смотрим, что же у нас там. Видно, что полы когда-то моют, но крошек, если честно, очень-очень много. И как часто моют полы, мы поймем по состоянию моей перчатки. Очень нечасто моют полы. Напоминаю, у нас прямо сейчас здесь стоит газировка. Вот прямо сейчас и прямо здесь. Давайте вторую пока еще чистую сторону используем. Уже перчатки нет шансов на дальнейшую жизнь. Давайте ей хотя бы продлим срок службы еще на одну проверку. Тыльной стороной проверяем прямо сейчас соседний участок. И видим ровно то же самое. А есть какая-то ротация у овощей? Как часто вы их меняете? Судя по состоянию овощей, они даже сегодня уже постояли больше трех часов. Какого количества сока у помидоров? Как выглядят вот эти вот помидорки? Пожалуйста, вот один из образцов. Мне кажется, по нему видно, что ему плохо. Помидор весь расквасился. Состояние овощей неудовлетворительное. А вот это что такое? Это же не майонез, это что-то жирнее. Какая-то очень жирная субстанция. Очень заветренная сверху. Как-то выглядит она. Вот прям посмотрите, внутри она такая светло-молочная. А снаружи она уже желтоватая. Из всех овощей я бы здесь оставила только лук. Лук выглядит по своей эрганолептике хорошо. Он не заветренный. Он выглядит намного симпатичнее, чем картошка, которая уже своей смертью умерла. Чем сыр, который засох сверху, вот этой корочкой покрылся. Там еще что-то в нем непонятное. Ну и помидоры-огурцы вы видели сами. К ним вообще подойти невозможно. Зажигалки тут же на кухне. Ну действительно, понервничаешь, понервничаешь, думая, куда в туалет идти. Еще и закуришь, не дай бог. На мне чистая новая перчатка. И она здесь для того, чтобы проверить чистоту рабочей поверхности. Может быть, рабочую поверхность здесь действительно промывают хорошо, качественно. И можно ей доверять. Поехали! Ой! Уехали. Не туда. Здесь прямо сейчас лежал ножик, которым режут продукцию. Ну даже рабочая поверхность у нас вся в пыли и в грязи. Хочется на такое что-то покрошить, порезать? Хочется? Хочешь еще фастфуд? Хочешь фастфуд? На тебе. На тебе. Там из вытяжки что-то торчит. Не знаю, когда ее в последний раз чистили. Можно же журнал замены масла посмотреть? Вы в своей книге ни разу не были? Говорит, вы у нас ни разу не были, у нас нет журнала замены масла. А что, так можно было? А по закону прописано, что он у всех должен быть. Органолептика этого масла весьма себе средненькая. Оно непрозрачное. Оно непонятно, когда менялось. И обязательно нужно контролировать, когда происходила замена масла. Иначе ваша картошка может быть просто опасной. Лаваши для будущей шаурмы у нас лежат вот здесь. И не вижу ни на одной упаковке. А их тут много, они большие. Никакого срока годности. Когда эта продукция сюда приехала. Зато вижу какой-то огромный налет пыли. Мне кажется, его даже визуально видно. Вот так вот посмотришь, он прям светится в темноте. Я сейчас проведу рукой и проверю свою догадку. Где сейчас лежит лаваш? Одно движение, даже не одна полка. Я просто одно движение на 20 сантиметров рукой сделала. И рука грязная. А сверху лежит лавашик. Дождь и ну... Тут проверка желудка происходит не только калориями, жирами и всем вредным, что есть в шаурме. Ну и всем, что к ней примешивают. На соседней упаковке я нашла срок годности. Позавчерашнее число здесь стоит. Лавашу двое суток. Но из-за того, что он лежит вот так в открытом виде, у него края уже прям подсохли. Вот они, видите, поменяли цвет. Вот это уже высохший краешек. Уже органолептика не очень у продукта. Вот на самом деле за наличие маркировок могу похвалить. Это уже говорит о том, что есть хоть какая-то дисциплина на кухне. Но хотелось бы, чтобы за ротацией продуктов, согласно этим маркировкам, все-таки тоже следили и за чистотой в том числе. Проверяем еще одну полку. И она даже визуально отсюда выглядит, к сожалению, не очень чистой. Рада буду ошибиться. Посмотрим. Ой, там какие-то крошки. Ой, какие-то. Вот они сыпятся просто. Ой, водопад из крошек. Снова у нас не чистая полка. А здесь лежит самый важный продукт. Здесь лежит лаваш для будущей шаурмы. Вот на такой грязной полке. Ну ничего не стыдятся ни богу, ни черта, ни проверки. Вы зачем вышли в санитарной одежде прямо на улицу? Вы зачем туда пошли? Нельзя в этой обуви, в этой одежде на улицу ходить. Это запрещено законом. Но здесь же должна быть санитарная обстановка. Смотрите, я к вам в бахилах пришла. В санитарной одежде чистенькая вся. А вы так со мной. Смотрю на график уборки и радуюсь тому, какие вы оперативные. Вот вчера-позавчера не убирались, а завтра уже убрались. А за завтра уже стоят все подписи здесь в документах. Все-все-все. За завтра уже все заполнено. Все, теперь мне стало немножко страшно за сотрудников. Нашла я приз-курант штрафов, который здесь распечатан. Посмотрите на его объем, как штрафуют за все на свете. Затухлое, между прочим, заветренное и подгорелое тоже штрафуют. Овощи несвежие, либо кислые, как они сейчас, вот несвежие, лежат на прилавке, тоже штрафуют. Ну, классно, что есть такая дисциплина, плохо, что, видимо, не успевают досматривать за состоянием. Потому что овощи действительно надо менять, ротировать и за просроченной капустой тоже следить. И за всем остальным устремление к этому есть. Это радостно. Но результатов пока не скажу, что много. Очень часто в завершении проверок я ругаюсь. Ну, как же можно так халатно и наплевательски относиться к закону, к порядку, к санитарным нормам? Это немножко не тот случай. Здесь я вижу стремление соблюдать нормы закона. Здесь я вижу продукты с хорошими сроками годности. Здесь я, в принципе, вижу маркировки, что уже хорошо. Но я не вижу, чтобы к ним подходили все-таки с каким-то, знаете, разумным подходом. Все-таки нужно понимать, что сроки годности указываются в часах. И контролировать – это самое главное. А еще важнее – ротацию продуктов производить и уборку на кухне в том числе. Этого мы и желаем компании «Файерфуд». Сегодня проверку нашу они не прошли, но будем надеяться, работа над ошибками пройдет в ближайшее время. А я напоминаю, от нашей проверки никто не уйдет. Екатерина Кашульчик, Сергей Кашин. Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова